привет всем продолжаем знакомиться с и плюс плюс 17 и сегодня мы посмотрим на атрибут may be an use it что это такое ну давайте бы линько бы линько несколько примеров так ну смотрите первый пример это те кто знаком еще что такое ассерты обычно в нормальных коммерческих проектах в исходном коде много ассертов что такое серты ассерты очень полезная штука в данном случае данном случае они у меня отключены до чтобы их включить чтобы отключить первое давайте запомним ну как минимум надо подключить заголовочный файл файл си ассер и второе чтобы их отключить надо перед заголовочным файлом объявить вот такой вот дефай но сейчас мы их включим так вот что же это такое это удобный способ завалить вашу программу абсолютно во многих местах вот данном случае мы проверяем если aptr не равно нулу то мы то тут короче если вот здесь результат будет 0 то программа валится то есть по факту если мы сделаем вот так вот если assert приметру то знаешь все хорошо программа не валится то есть а если мы передадим false то грубо говоря мы короче проверяем равен ли нулу если aptr этот равен нулу то дальше работать не надо соответственно программу надо валить вот давайте попробуем как мы видим наша программа завалилась и в консоли там или еще где-то мы можем увидеть вот такой вот лог в котором написано имя файла номер линии какая функция завалила эту программу это очень удобно при отладке то есть мы эти ассерты везде тулим ну ну там везде короче тулим вот соответственно процессе написание программы мы шаг за шагом выявляем те моменты где у нас программа может подать и фиксим эти то есть исправляем эти все моменты вот и когда программа уже становится релизом то есть уже ошибки исправлены чтобы вот этой вот ерунды не было да не бы не было включено то один из способов мы просто объявляем такой макрос перед файликом си ассерт и соответственно у нас уже эти ассерты работать не будут потому что все таки в релизе это что уходит клиенту очень будет некрасиво если посредине работы даже если мы что-то и пропустили и есть там ошибки то лучше программа как-то пусть поработает как-нибудь там неправильно упадет и клиент об этом напишет чем когда ему неожиданно программа упадет а если это windows с этим звуком буды там может знаете вот короче это вкратце 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 так вот мы отключили механизм ассертов и теперь собирая релиз мы получаем такое предупреждение аньюзи параметр ну ё-моё он юзет как бы он используется к примеру у нас в ассертах дальше второй пример это у нас просто неиспользуемая функция вот статик воет фу или просто там воет фу ну к примеру и для стати когда вот тоже не используется либо к примеру там неиспользуемые переменные но не как бы для нас надо возможно в других режимах сборки возможно там на будущее возможно там еще что-нибудь вот соответственно мы получаем предупреждение компилятора а это не хорошо мы уже знаем могут быть включены предупреждение как ошибки и соответственно получается большая как а что же делать все очень легко и просто си плюс плюс 17 появился новый атрибут новый атрибут который нам позволяет указать что вот это aptr может быть не использована но в данном случае вы понимаете да вот это подчеркивание это просто редактор еще не особо понимает этот синтаксис дальше функция это тоже может быть не использована переменная тоже может быть не использована то есть мы намеренно пишем мы знаем что она может быть не использована а вот и на нее не нужно на все это функции параметры переменные не нужно выдавать предупреждение вот собственно говоря и все то есть мы и бен юзет подавляет предупреждение компилятора или анализатора о неиспользуемой переменной параметре функции статической функции вот таким удобным способом теперь без костылей мы можем собирать к примеру уже релизы отключать ассерты и не получать предупреждений то есть не придумывать костыль вот как вы видите ни одного предупреждения нет поэтому на сегодня все всем спасибо за внимание подписываемся лайкаем делимся ну и все остальное комментируем задаем вопросы специально для этого теме рубрика вопрос ответ ну собственно говоря и все спасибо за внимание пока